Это плановое мероприятие, причем я скажу, оно не последнее, еще будут мероприятия, но данное совещание подчеркивает, насколько большую значимость наш президент уделяет вопросам военной безопасности нашего государства в рамках той обстановки, которая сложилась вокруг страны. Мы, пользуясь своими индикаторами, выражаясь военным языком, видим, что обстановка не становится лучше, идет ее нагнетание, мы видим, что, к сожалению, наши соседние государства активными шагами милитаризируются. Я не хочу, чтобы кто-то пугался, что вот она завтра начнется война, и президент подчеркнул в своем докладе, непосредственной подготовки нет. Поэтому, видя, как действуют наши соседи, мы, естественно, обязаны реагировать на все происходящее и готовить свои вооруженные силы, свое государство, прежде всего, к защите, к обороне. Мы не собираемся никому угрожать, на кого-то нападать. Мы хотим на своей территории сами самостоятельно жить, принимать решения, соблюдать свой суверенитет, независимость, территориальную целостность. Кроме того, на данном совещании президент заслушал те мероприятия, те решения, которые были приняты ранее, утверждены. Мы детально доложили, что делается. Еще раз посмотрели, не допускаем ли ошибки, потому что мы тоже прекрасно понимаем, что втянуться в гонку вооружения, как делают некоторые государства, мы, конечно, можем доставить неприятности нашей экономике и определенные социальные проблемы. Поэтому из принципа разумной достаточности, первой необходимости, вот этот основной принцип, который и глава государства подчеркнул, только исходить из него. Никакого излишества, чего-то ненужного ни в коем случае быть не должно. Но, прежде всего, мы должны в этой ситуации рассчитывать на свои силы, на готовность защищать свою страну самостоятельно. Ну, выгодополучатель вообще со всей вот этой образовавшейся истории вокруг нашей страны, вообще в мировой политике, у нас только один, и мы это все видим уже, это только Соединенные Штаты. Они пытаются ослабить Россию, они поглощают Евросоюз, они уже поставили на колени экономику Украины. То есть, вот, это основной, наверное, на сегодняшний день, как мы видим, выгодополучатель от всей сложившейся обстановки. И провокации, которые могут быть, на которые мы продумываем, как отвечать, ну, наверное, где-то, скорее всего, где-то в их интересах, для того, чтобы мы туда втянулись. Ну, мы это понимаем, и на эти провокации, конечно же, будем реагировать, но какими формами, способами, ну, это уже наше дело. Одна из главнейших наших задач, президент подчеркнул, анализировать, делать выводы и учиться, учиться, учиться на том опыте, который сейчас происходит на Юге. Мы их сделали, мы вносим значительные изменения в планы и в программы боевой подготовки наших военнослужащих. И сегодня, да, официально начинается новый учебный год, период подготовки вооруженных сил. Ну, мы это уже делали и начиная вот с начала самого проведения специальной операции. Внедряем нашу систему подготовки. Сегодня это и президент удовольствовал, особенно на чем мы сосредоточим свои основные усилия.